итак друзья эволюционная цель нашего проекта звучит как содействовать жизни в потоке ведущие к целостному процветанию возможно для кого-то слово поток уже имеет какое-то значение возможно вы первые в первый раз слушайте об этом возможно вы уже слышали это слово но у вас нет четкого понимания определения что но под собой подразумевает и в данном случае я дам точное определение что подразумевается под этим словом впервые я узнал об этом состоянии то определенное состояние сознания человека из книги поток автора михайчик синт михай и это особое состояние возникает при определенных условиях при соблюдении определенных условиях и условий и она характеризуется определенными четкими критериями первое из них первое из условий это четкие цели на каждом этапе процесса то есть состояние потока может быть у человека практически в любом виде деятельности то есть можно заниматься чем угодно и попасть в это состояние потока конечно же есть состояние точнее виды деятельности которые больше предрасположены к тому что человек занимающийся этим видом деятельности попадет в это состояние но в целом его можно получить при занятии любым видом деятельности первое условие для того чтобы попасть в состояние потока это четкие цели на каждом этапе процесса то есть человек должен понимать чем он занимается второе это уровень имеющихся навыков соответствует сложности поставленной задачи то есть если человеку задача кажется слишком сложной то у него будет возникать состояние страха и неуверенности его соответственно не попадет состояние потока если уровень задачи будет слишком простым низким на она для него слишком простая то такой человек будет испытывать состояние скуки это не состояние потока абсолютная концентрация на процессе то есть если вы полностью концентрируетесь на процессе то у вас повышается шанс попасть состояние потока немедленная обратная связь ваших действий, то есть сознание определяет успешные и неудачные действия, и ваше поведение автоматически меняется по мере необходимости, то есть вы занимаетесь таким видом деятельности, который вам позволяет мгновенно получать обратную связь о том, правильно ли вы делаете, хорошо ли у вас получается, то есть вы сразу видите результат вашей деятельности. Пятое условие – это действия и сознание сливаются в единое целое, то есть человек настолько погружается в то, чем он занимается, что у него по сути отключается процесс мышления, то есть он уже не думает, а правильно ли я делаю, а не правильно ли я делаю, он просто делает и видит положительную или отрицательную обратную связь и меняет свое поведение в соответствии с этим. И последствием этого является уже как бы свойство состояния потока – это самоосознание или ощущение своего «я» исчезает, то есть человек забывает про то, что он – это он. И также это часто сопровождается тем, что происходит искажение чувства времени, то есть реально несколько часов может пролететь, как несколько минут, и человек просто потом выходит из состояния потока и понимает, что прошло уже 5-6-8 часов времени, а ему показалось, что это было всего 2 минуты. Отвлекающие факторы исключаются из сознания, то есть такой человек, занимаясь каким-то видом деятельности и попав в состояние потока, он может полностью забыть о своем теле, он может не чувствовать холода, он может не чувствовать голода. Все эти факторы не являются для него отвлекающими даже при своем критическом, может быть даже опасном для жизни состоянии. Девятое свойство – это чувство полного контроля над процессом, то есть человек в состоянии потока находится в ощущении полного контроля того, чем он занимается. У него есть полная уверенность и понимание, что он делает все верно и правильно, и уровень его мастерства соответствует той задаче, которую он реализует. И таким образом деятельность становится самоцелью, поэтому осуществляется без усилий и исключает страх неудачи. Это так называемое состояние потока. И именно это я подразумеваю, когда упоминаю это слово в нашей эволюционной цели. И наша эволюционная цель состоит в том, чтобы жить в потоке и чтобы эти состояния потока вели к целостному процветанию. Потому что если вы будете просто пребывать в потоке, но заниматься какой-то не особо важной деятельностью, в конечном итоге вы, да, вы проживете интересную и увлекательную жизнь, но не добьетесь чего-то, не оставите какое-то наследие, которое может быть полезным другим людям, кроме вас. То есть здесь мы говорим о том, что мы хотим прожить интересную и увлекательную жизнь, которая в конечном итоге приведет к целостному развитию нас, других людей и той территории, на которой мы живем. И я надеюсь, если вам было интересно, был интересен и привлекательен наш целостный контекст, вы можете изучить дальнейшие наши базовые соглашения и принять решение о том, чтобы стать членом, по крайней мере, запустить процесс вступления в команду Royer. До новых встреч!